Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Красочные концерты, яркие мероприятия, зажигательные фестивали. За кулисами подобных проектов работает множество людей, но есть человек, который непосредственно занимается их организацией. Добрый день, в студии Владислав Радюков сегодня в шоу с толком говорим о работе режиссера-постановщика, что входит в его функции и обязанности, как происходит организация масштабных концертов и чем порадует зрителей театр эстрада ко Дню Матери. На эти и другие вопросы ответит режиссер-постановщик молодежного театра эстрады Игорь Кривулько. Добрый день, Игорь. Да, здравствуйте. Находите в соцсети ВКонтакте группу программы шоу с толком, оставляйте комментарии под анонсом этой передачи. Может быть, вы тоже хотите стать режиссером-постановщиком. Ну и смотрите видеотрансляцию на YouTube, ссылки на сайте radiusfm.by. Давайте начнем вот с чего. Игорь, в детстве дети мечтают стать космонавтами, летчиками, бизнесменами. А вот в какой момент вы захотели стать режиссером? Ну, вы знаете, это очень интересный вопрос. Для меня, наверное, с самого детства я, вот, другие у нас ребята, сколько вот по школе помню где-то, когда играли там на площадках и так далее, все, кто-то занимался, увлекался спортом, кто-то увлекался, там, я не знаю, просто в игры играли в компьютере, да. А мне вот с самого детства почему-то вот нравилось именно вот смотреть концерты. Вот мне, знаете, так смотришь и думаешь, вот это да, вот это работа, которая действительно вдохновляет. Ну что интересно, не артистом стать, нет? Нет, не артистом. Вот именно мне нравилось, знаете, вот именно начало концерта всегда. И это вот сохранилось именно по, наверное, даже сегодняшний день, потому что именно перед началом концерта сердце замирает, и вот ты ждешь, вот, что вот скоро начнется это грандиозное шоу. И когда в детстве, наверное, начинаешь вот это все смотреть, смотришь и думаешь, вот кто же это все делает? И тогда ты, естественно, задаешься вопросом и начинаешь искать ответы. Кто же, кто же, кто же. И когда ты приходишь к итогу того, что вот режиссер — это действительно тот человек, на котором лежит самая, наверное, большая ответственность, которая есть вот перед всем вот этим грандиозным событием любым, который бы это, неважно, это маленький концерт где-то в театре, это на час он может быть, на 30 минут программа, неважно. Либо это двухчасовой концерт, как у нас будет во Дворце Республики, либо это вот как мы делали 3 июля. Это масштабы, конечно же, разные, но волнение всегда есть. И вот это приятное волнение вот сохраняется по сегодняшний день, то, к чему я стремился с самого детства, мечтал, и вот как бы мечты сбываются. А вот где учат на режиссеров? Я учился в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Я поступил 5 лет назад, вот, и, получается, закончил в прошлом году, ой, прошу прощения, 6 лет назад, да, я поступил, уже вот 2 года у меня уже закончилась и отработка, и сейчас я уже вот как бы остался на своем рабочем месте, куда пришел в Молодежный театр эстрады, очень рад этому. Вы знаете, наверное, что хотелось бы обозначить, когда приходишь на обучение, ты до конца не понимаешь, чему тебя будут учить. Ну, это, я думаю, что многие так меня поймут, и вот кому сегодня даже будет интересна сама эта профессия, многие будут думать, что у нас это скучная какая-то работа, либо она, знаете, будет вот именно в процессе обучения, она будет такая же, как во многих других университетах, где нужно что-то зубрить сильно, где нужно учить все наизусть, прям досконально и так далее. А что, не нужно? Нет, оно, конечно, нужно, но есть предметы, которые вот... Здесь я вот сказал бы 50 на 50, есть предметы творческие, и когда есть творческие предметы, они дают энергию именно для того, чтобы вот именно учить, например, историю искусств, как мы учили. Это было очень тяжело, но, знаете, благодаря тому, что мы готовились ко многим показам, ко многим новым проектам, когда нас брали на большие государственные мероприятия, конечно, для людей, которые, вот как мы, собрались в нашей группе и приехали, знаете, впервые увидеть вот этот грандиозный масштаб, когда первый раз попадаешь во дворец независимости, ну, это неописуемые эмоции, потому что ты видишь это все, как ведется эта подготовка, как отстраивается звук, как отстраивается свет, ты никогда даже не задаешься этим вопросом, ну, то есть когда-то до, когда смотришь уже трансляцию, либо ты смотришь это в записи как-то, ты не обращаешь на вот эти мелочи, на детали внимания, а это огромный, колоссальный кусок работы, это огромная команда, которая трудится над любым проектом, и для режиссера, да, наверное, самое важное – это команда, которая у него есть. А теперь я не могу успокоиться, мне интересно, чему же вас там учат? Ну, история культуры, да? Да, конечно. История искусства. История искусства, история культуры у нас по режиссуре, это основной упор, который, конечно же, мы делали – это драматургия. Основу драматургии вот вела у меня Владислава Игоряна Артюковская, наш художественный руководитель, и вот мой, скажем так, самый главный, наверное, педагог. А, конечно, очень много творческих предметов по актерскому мастерству, даже у нас были занятия по вокалу, у нас были занятия по хореографии, мы знаем по звукорежиссуре, по техническому оснащению мероприятия, то есть мы это все изучали, 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 изучали. И, знаете, какие-то даже такие мелочи, которые многие не обращают внимания, то есть мы учили, вот колористику, это тоже очень удивительно интересный предмет, который ты сначала думаешь – колористика, ну чему там научат? Ну вот мое мнение сначала было, ну что там научат? Как цвета сочетать? Ну все, мы это знаем. А так, когда дают действительно такие знания, знаете, которые нигде не узнать, вот просто, скажем так, ты взял, где-то поискал в интернете, либо в книгах, просто ты так их не найдешь. Это нужно, чтобы тебе дали направление, чтобы попался хороший педагог, который действительно, знаете, направит правильно и далее вот даст вот этот вот шаг к развитию. Игорь, а вот теперь после того, как вы уже отучились, профессионалы в этой области, вы смотрите концерты по телевизору точно так же? Вы знаете, да, потому что наша работа, наверное, требует того, чтобы постоянно находиться в информационном потоке. Мы всегда должны соответствовать времени, соответствовать трендам, которые задаются, и создавать сами эти тренды. Это очень важно. А нет такого момента, что теперь, когда вы знаете, как это все изнутри, смотрите концерт и видите всякие косяки? Вы знаете, видишь, но когда ты смотришь на чужую работу, ты, да любую работу, которую ты смотришь, это может быть какой-то вот, как мы смотрим часто, собираемся концерты жары, допустим, вот, которые организаторами являются вот в России, там проходят и очень много других концертов. Когда сольный концерт, вот мы смотрим, там, Полина Гагариной, допустим, и ты знаешь все подводные мелочи, то эти все мини-мини какие-то, вот, знаете, там, проблемки, которые могут возникать во время концерта, они уже и не так и заметны. Потому что все-таки разная специфика. Когда это идет более в формате шоу, они делают уклон немножко на другое. Это сейчас, конечно, такая тенденция для меня лично, это техническое оснащение. Техническое оснащение в, скажем так, нашем вот времени, которое сейчас, это очень-очень важно, потому что на спецэффектах строится очень много режиссерских ходов, очень много задумок, реализация идей, то есть это может быть абсолютно сумасшедшая идея, которую ранее многие сказали бы невозможно сделать, ну, правда, невозможно сейчас, это все возможно. И когда ты смотришь именно музыкальные какие-то треки, которые, знаете, режиссерски именно делаются совершенно по-другому, то есть есть песня, в которой заложен один смысл, а он раскрывается абсолютно в другом направлении. И это вот самое, наверное, удивительное в нашей работе. Раскрыть именно песню, она может быть одна, но посмотреть на нее можно под разным углом. И вот это, наверное, самое такое удивительное и интересное. А кто-то сейчас нас слушает и думает, подумаешь провести концерт, собрал исполнителей, договорился с ними, в каком порядке они выходят на сцену, и все. Нет, это совершенно не так. Так, я спешу всех, наверное, разочаровать, потому что это огромный-огромный кусок работы, который, к сожалению, наверное, не виден. Но, знаете, при подготовке, вот, допустим, если взять даже наш концерт 14 октября, мы начинаем его 14 октября, это уже вот совсем скоро. И мы понимаем, что этот концерт вот будет в октябре, следственно, нам уже пора готовиться летом. Летом у нас начинается сбор программы. Сначала мы находим артистов, которые согласны, и у которых, во-первых, самое главное, есть интерес к тому, чтобы выступить и делать качественный номер. Таких артистов, мы благодарны всем, очень много. Поэтому, когда начинается вот именно сама разработка, это, знаете, в первую очередь, правильно составленная программа, это залог успеха. Правильная концепция, это тоже залог успеха. Потому что просто выйти спеть, это, ну, скажем так, это не профессионально уже для нас. Для нас, как и для театра, для меня, как режиссера данного театра. И мы понимаем, что любой номер, он должен быть, знаете, как у нас говорят, любой концерт не повторяется. То есть он в априори не может повториться. Даже если будет одна и та же программа, публика будет другая. Поэтому мы должны подготовить и сделать все так, чтобы зритель, который приходит, он увидел это все и сказал, ну, да, действительно, это вау. Поэтому вот сбор песен у нас начался еще, наверное, в июне. В июне, да, мы собрали примерную программу. Далее у нас вот за лето мы разрабатывали концепцию, как ее можно реализовать. У нас вот мы задумали с парфюмером такую немножко историю юмористическую. Поэтому, я думаю, многим зрителям будет интересно. Также в дальнейшем у нас ведутся именно вот технические разработки с Дворцом Республики. Мы постоянно на контакте, мы придумываем, как будет выглядеть сцена, как будут развешаны экраны. А потом на эти все экраны нам сбрасываются пиксельные карты. Мы отдаем это видеоконтенщикам. Видеоконтенщиками обрабатываем все идеи, которые будут на экранах. Это огромный кусок работы. Режиссерско-постановочная наша молодежного театра эстрады – это весь молодой коллектив, которому, конечно, хочется отдать должное, что это действительно люди, которые действительно за свою работу горят. Очень важно. Вот горят, именно, знаете, энергии много. Надо там больше, чем надо поработать – не вопрос. У нас нет такого понятия, что рабочее время. У нас действительно нет такого понятия. Мы выходим всегда. Надо больше – будем больше. Все. И у нас это в таком, знаете, тандеме сейчас работает, в котором действительно приятно работать. Режиссерско-постановочная группа, которая занимается абсолютно всем. Это вплоть до, знаете, есть один номер, но для номера нужно балет. С балетом нужно связаться, балету нужно дать задачу. Это только один балет. Потом у этого балета собрать минимально вот какие-то, знаете, такие задачи – это собрать списки на проходную. Это все должно быть, знаете, костюмы согласовать. Эти все костюмы нужно отдать художнику по костюму. Художник по костюму дальше уже своими делами занимается. Созвониться с гримерами, согласовать грим, кому какой нужен. Потому что есть номера, в которых требуется, допустим, определенный. Когда создается изначально, то есть я, человек, понимаю, допустим, я делаю номер, и я должен в первую очередь придумать, что в нем, какая задумка, какая концепция. Далее я беру этот номер, согласовываю и даю задачи артистам. Артисты далее продолжают работать. Это работа со звукорежиссерами, с аранжировщиками, которые, если нужно, подделывают аранжировку именно под наши мероприятия. То есть это уже месяц, это запись, это сведение, мастеринг. А это, тем более мы делаем концертные версии. То есть у нас большинство – это все песни, даже не большинство, у нас все песни – это живые голоса, просто со специальной фонограммой для комфортного звучания на сцене Дворца Республики. Потому что любая сцена требует определенного звучания. Это тоже нужно понимать, чтобы даже зрителям, те, которые сидят либо в первом ряду, либо где-то в самом дальнем, у каждого был комфортный звук. И это тоже наша задача. И задача звукорежиссера, который тоже собирает это все, думает, делает, как это сделать. И вот эта огромная команда, этот огромный коллектив, когда вместе сплочаются и начинают работать над проектом, ну, это, конечно, чудо. Я напомню, что сегодня в шоу «С толком» мы говорим о работе режиссера-постановщика. У меня в гостях представитель этой профессии Игорь Кривулько. Подписывайтесь на наши соцсети, на группу проекта «Шоу с толком», в соцсети ВКонтакте. Оставляйте комментарии под анонсом этой передачи. Смотрите нас на YouTube и там тоже оставляйте комментарии. Ссылки на сайте radiosfm.by. Мы продолжим разговор через несколько минут. Поговорим о том, например, все-таки, как все-таки расставляют этих участников по номерам на концерте. Оставайтесь с нами. Ты слушаешь шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Студия Владислав Радюков. Сегодня в шоу «С толком» мы говорим о работе режиссера-постановщика. У меня в гостях представитель этой профессии Игорь Кривулько. Подписывайтесь на наши соцсети, оставляйте там комментарии, группа программы «Шоу с толком» во ВКонтакте, а также смотрите нас на YouTube и там также оставляйте комментарии, ссылки на сайте radiosfm.by. Игорь, все-таки вот с номерами. Есть какая-то там тонкость, кого за кем поставить? Как это вот происходит? Жребий бросаете? Или решаете, кто из участников концерта круче? Нет, ну это, конечно, самый такой, наверное, из интересных тоже процессов в нашей работе. Когда у нас собираются просто сначала номера, мы вот делаем следующим образом. Сначала мы просто выписываем себе все-все-все-все-все номера и предложения, которые есть по нашему праздничному концерту. Далее, конечно, мы распределяем, знаете, номера по блокам. Очень важно показать правильную позицию, ну вот именно песни, которая делается. Есть где-то лирика, где-то есть, то есть вот у нас, поскольку ко дню матери и ко дню родительской недели, мы вот уже сколько готовимся и делаем уже мероприятия, тоже очень много. А мы, конечно, вот блок специально для мам сделаны. У нас также в концерте 14-й блок дуэтов, то есть это вот дуэтные номера, которые мы тоже специально готовили к этому мероприятию. Далее у нас есть сольные номера именно, знаете, такого формата драйвового, движового, для того, чтобы где-то можно было потанцевать. Потому что концерт по программе, он должен, знаете, держать всегда зрителя в таком состоянии, а что же будет дальше? И чтобы это вот не было так, знаете, если мы расставим все наши номера, просто вот по алфавитному даже порядку, это, знаете, никто даже не поймет, что происходит. Потому что, условно, у нас сегодня выходит артист поет лирическую песню, а после него звучит какая-то песня очень движовая, драйвовая, и в этом нет ни подвязки, в этом нету режиссерского хода, разработки, понимания вообще в целом. То есть зритель будет сидеть и думать, а что, почему так? И для него это будет как-то, знаете, немножко даже пугливо, наверное. А мы, когда вот начинаем разработку, и с Владислава Игоря, когда согласовываем все, это важно красиво сделать пролог всегда. Пролог — это самый первый номер, который у нас есть в нашем концерте. Открывать у нас этот концерт, я вот даже, чтобы не ошибиться, открою саму крайнюю программу, она у нас меняется очень часто для того, чтобы мы ее сделали идеальной. У нас откроет группа «Земля и небо». Это музыкальный проект Молодежного театра «Эстрады» под руководством Александра Валерьевича Сухарева. Вот, и мы сделали такую песню, знаете, как сказать правильно, песня действительно про настоящие ценности. Сегодня вот мы заявляем про то, что действительно для каждого важно. Это, конечно же, действительно делать каждый человек, я считаю, что вот у нас как бы такой посыл в начале нашего концерта, делать действительно те дела, которые приносят людям только хорошие эмоции, только самые лучшие реакции вот на все. Потому что в мире вот сейчас осень, очень, так знаете, погода не радует и так далее, а мы хотим, наоборот, вот зарядить частичкой тепла, частичкой любви, частичкой доброты. Вот. Далее, конечно, мы начинаем потихонечку уже набирать обороты, потому что все должно быть у нас построено правильно по драматургии. Любое мероприятие, оно строится, это мы сначала заявляем, что-то у нас есть пролог, далее у нас идет развитие, далее у нас кульминации, и после, конечно же, у нас идет финал. Это основа из всех основ, которая должна быть в любом мероприятии. Вот. Далее мы презентуем наши новые песни, которые у нас есть, в исполнении наших друзей молодежного театра эстрады, в исполнении Вадима Мезгей, Ирины Веркович. Далее хит, начинаем даже вот такой блок немножечко хитов, исполнит вот заслуженный артист Республики Беларусь Дмитрий Сергеев. Потом мы идем немножечко, опять же, в тему, вот вы видите, очень важно, как прослеживаться, что мы не даем какого-то, знаете, резкого перехода. То есть это все должно быть плавно, постепенно, для того, чтобы погружать зрителя в это действие. Для того, чтобы каждый переход, который у нас есть, он был оправдан. То есть вот здесь это делается так-то так. Это тоже своего рода такая математика есть немножко в этом. Что хотелось бы еще представить, наверное, из интересного, это сегодня, прошу прощения, не сегодня, а 14 октября, мы представим наш проект с нового же хор молодежного театра эстрады «Квадрат в квадрате», который исполнит тоже премьерную песню, «Та или мгновенье», она звучала, если мне память не изменяет, один только раз, поэтому она все равно пока официально даже считается премьерой. Далее мы подготовили к этому празднику очень много подарков. У нас в блоке дуэтов прозвучит премьера песни в исполнении Екатерины Шимской и Ильи Прокоповича Мартвина. Песни «Никогда» — это песня, над которой мы уже работаем на протяжении месяца. И действительно, знаете, это новый формат, который мы сами решили развивать. Решили, что вот хочется, знаете, даже вот в таких концертах показать нашу молодежь, очень, знаете, в таком новом амплуа, потому что у нас очень много талантов, но эти таланты, знаете, всегда, как коллаборации, показываются еще больше, еще ярче, еще, знаете, более красиво. И вот сегодня мы в такой коллаборации от Екатерины Шимской и Ильи Прокоповича будем ждать уже премьеру песни «Никогда», и она никогда еще не звучала, поэтому приглашаем всех. Также из интересных, наверное, еще таких номеров тоже премьера вот от Анны Благовой Евгения Курчича «Наша любовь спасет мир», она звучала только один раз пока, и вот еще раз прозвучит у нас в концерте. Мы задумали туда интересное видеосопровождение, и я думаю, что когда вот именно, знаете, погасится свет, и все это будет интересно выстроено художеством, это, конечно, тоже новое восприятие будет, и оно будет неповторимым так, как оно звучало когда-то в другом месте. Вот, поэтому наших задач, конечно, очень-очень-очень много. Наши артисты, все молодежного театра эстрады, и немножко прорекламирую, да, это Ишир исполнит песни, Инга Киселева, группа «Бай Сити», Ольга Булай, Павел Пенясь, Ольга Колесникова, Артем Пинчук, Ольга Змурщик и Сергей Кудрячев, вот у нас тоже будет интересный дуэт. Также исполнит песню прекрасную про маму Ангелина Волкова, это такая, и Виктория Волкова, это две сестры, которые будут петь такую лирическую и красивую важную песню про действительно самые важные ценности, и мы вот делаем ее специально к родительской неделе, потому что это важно, наверное, подчеркнуть даже в нашем концерте, вот отдать должное для наших родителей, и вот для мам, пап, чтобы было понимание в целом, что это действительно тоже для меня это работа, это огромная работа, которая проводится на протяжении всей нашей жизни, поэтому и вот в преддверии этого праздника тоже мы готовимся и стараемся отблагодарить наших мам, пап и порадовать вот нашим прекрасным концертом. Также хотелось бы сказать о том, что у нас будет тоже новый дуэт от заслуженной артистки Республики Беларусь Жанет, и у нее будет вот в дуэте с ней будет очень молодой и исполнитель, который еще доз Жанет никогда не исполнял, и это, конечно, тайно, Жанет там сказала, лучше не говорить, потому что мы сделали это действительно сюрпризом для нашей публики. Дальше исполнит свой хит Елена Гришанова, мы представим также на сцене Дворца Республики Бойсбенд Харизма, это тоже новый музыкальный проект от Театра Эстрады, также на сцене будут нас радовать Гюнеш Александра Гайдук, исполнит, ну, действительно, хит, который мы взяли на 3 июля, сделали его в одном амплуа, а сейчас мы сделаем его в другом амплуа, и я думаю, что этот эксперимент нам удастся, потому что нужно дать должное, Александра всегда идет на эксперименты, делает, действительно, знаете, как артист, очень интересные творческие решения, принимает все наши идеи, творческие коллаборации, и нужно, да, должное действительно отдается своей профессии на все 100%, и вот нужно, наверное, тоже немножко уточнить, что сейчас Александра недавно получила медаль Франциско Скорину, мы очень рады за нее, и, действительно, всем театрам гордимся тем, что у нас сегодня вот есть такие артисты. Также хотелось бы тоже немножко упомянуть про ансамбль «Верасы», который у нас исполнит тоже в новой аранжировке, в новом звучании их легендарную песню, а также у нас тоже премьерная, я считаю, пока еще песня от Динаиды «Фурор» будет тоже в новом исполнении шоу, «Аллюр» подготовит интересное решение, и к нашему мероприятию было написано от Светланы «Огарвал» песня «Парфюмер». Вот, как я раньше указывал, что мы задумывали изначально по концепции, потому что у нас будет связано очень много именно решения общего концерта с парфюмером. И вот у нас будут трое ведущих, которые будут решать, кто же из них действительно является парфюмером для наших дам, чтобы в первую очередь, знаете, распространить эти запахи праздника, запахи нашего прекрасного концерта, и всех поздравить мам, бабушек, и вот, знаете, действительно подарить людям праздник. Поэтому вот после этого там у нас будет немножко небольшой сюрприз от заслуженного артиста Республики Беларусь Александра Солодухи, который также решил с нами поучаствовать. И будет он со Светланой Горвалов взаимодействовать, но как, можно увидеть только на концерте. И закрываем мы это все. Действительно, самый такой, знаете, правильный, наверное, и песни в самое сердце, которое попадет, это «Семья». Эта песня будет в исполнении шоу-театра Татьяны Пановой-Хвилинка, и, наверное, стоит, и все артисты нашего концерта тоже примут участие в этой песне. И вот так вот мы, как и открываем, что важно вот у нас в режиссуре, то тем мы и должны закончить, и закончить нашу вот линию, которая у нас идет на протяжении всего мероприятия. Ну, время нашей программы, к сожалению, подошло, поэтому я хочу еще раз пригласить наших слушателей на концерт ко Дню Матери, посвященный Родительской неделе. Да. 14-го числа, напомните, где? 14-го октября во Дворце Республики у нас пройдет наш концерт в 18.00. А также хотелось бы тоже пригласить всех специально тоже к Родительской неделе в 12.00 тоже во Дворце Республики мы покажем музыкальную оперу «Мухи, цокотухи, бал». Это удивительная сказка, которая тоже будет проходить на сцене Большого Зала Дворца Республики, поэтому приглашаем всех детей, их родителей, и мы думаем, что 14-го числа мы всю публику соберем у нас и будем вас ждать. Ну, а я напомню, что программу для вас подготовил и провел Владислав Родюков, а в гостях у меня был режиссер-постановщик молодежного театра эстрады Игорь Кривулько. Игорь, большое спасибо за то, что вы нашли время к нам прийти. Ну, а запись нашей программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by Подписывайтесь на наши соцсети. До свидания, до новых встреч. До новых встреч, до свидания. Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова